Здравствуйте, любители стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я хочу до этого глобального обновления, который Хераксис на 22 апреля запланировал, с улучшением всех цивилизаций, прям перебалансировкой, чё только возможно, сыграть ещё одну игру на божестве. Тем более, что вы там голосовали, давайте покажу как. Вот это голосование, по его итогам я сыграл за Россию на божестве, но на втором месте были Маури, и я думаю, что пришло время, собственно, сыграть за Маури, тем более, что в сетевой игре, мне кажется, всё равно не скоро дадут сыграть за них, не потому что они дисбалансные, что там как-то сильные или слабые, а потому что они могут приплыть и занять место, и придётся с ними воевать. Поэтому беру Маури, как и голосовалось, возьму Континенты, обычное, ну уровень стихийных бедствий, на четвёрку поставлю, тут всё понятно, всё остальное стандартное, опять же, ну вообще тут вот баланс стоит, так что давайте я на самом деле всё стандартное поставлю. В прошлый раз за баланс играл, теперь всё стандартное будет. А вот это другое голосование, которое я недавно проводил, аж больше трёх тысяч ответов. С каким режимом из New Frontier Pass вы постоянно играете? Тут три лидера, одно вообще практически единолично, монополии корпорации включают уже четыре пятых вообще от игроков, и больше 50%, тут можно было выбирать абсолютно все, то есть не по одному надо было голосовать, а можно было хоть все выбрать режимы, и больше 50% включают случайные технологии социальной политики и варварские кланы. В общем-то я с этими режимами сейчас и сыграю, тем более, что появился мод, но я сейчас дальше покажу, который вроде как правит поведение компьютера с режимом монополии корпорации, он начинает нормально обрабатывать все эти ресурсы. Оборона от зомби вообще, смотрю, мало кому понравилась, более-менее вот тайные сообщества народ любит, это из тех, которые вот меньше 50%, но всё равно я считаю это мало, 30%, 20% герои легенды, великая эпоха, апокалипсис и оборона от зомби, я смотрю, это так, иногда просто кто-то запускает. Так что самые основные монополии корпорации, случайные технологии социальной политики и варварские кланы, вот с ними и сыграю. Какие моды будут включены? Во-первых, Beta Balanced Starts, для того, чтобы все цивилизации в игре, ну, какое-то минимальное расстояние друг от друга имели, но это в первую очередь для компьютеров, просто потому что всё-таки Маури будет стартовать в море. Разноцветные исторические моменты, комьюнити, квик-юзер интерфейс, он мне нравится, вот это Detail Map Tax, это мы сможем метки ставить, на которых будет отмечено, сколько эти районы в дальнейшем бонус за соседство будут иметь. Ну, посмотрите. То же самое касается Policy Cards. Я пытался всё в сетевой игре их использовать, но всегда проблемы какие-то были, поэтому пока вот в одиночной хотя бы покажу вам. Это вот Fixed AI Corporations, это исправление того, как компьютер взаимодействует с режимом монополии корпорации. Ну, а всё остальное просто уже на красоту. А, ещё вот Real Era Tracker, это показывает, какие моменты истории, какие моменты эпохи ещё не использованы, и откуда можно получить очки для эпохи. Ну, а это вот реальные великие люди, это разноцветные, лучшие цвета, короче, для цивилизаций. Я подготовил всё уже для начала игры, но обращаю внимание, что я играю не на огромной карте, а на гигантской. Это в Beta Balance Start такая карта, возможно. Я не уверен, что она будет, честно говоря, стабильно работать. Тем не менее, я хочу сыграть. Если на огромной я добавляю 8 человек, и получалось 20, на гигантской я тоже добавлю 8, и в итоге будет 24 цивилизации в партии. Карта гигантская. Стихийный бедственный четвёрку поставил, города-государства 24. Это так, как выставляется, в принципе, для этой игры, для этого размера. Как я и говорил, всё стандартное. Вот тут особые условия по чудесам природы. Дело в том, что просто ББС ещё дополнительно добавляет некоторые чудеса, и я их выключил. То есть вот эти вот без иконки, это те чудеса, которые Beta Balance Start зачем-то добавляет в игру. Я их подключал, так что будут все оригинальные чудеса, которые есть в этой игре. Всё остальное стандартное поставил. Включены три режима. Варварские кланы, монополии, корпорации и случайные технологии. Все победы включены. И ниже есть ещё номера карты. Как и в прошлый раз, когда я играл за Португалию, в конце партии я покажу вам номер карты и номер правил, чтобы вы могли то же самое себе поставить и сыграть точно на такой же карте. Всё, начинаю. Ну что ж, прежде чем сгенерируется карта, давайте посмотрим особенности Маури. Во-первых, мы начинаем на клетке океана. И пока не основали город, каждый ход будем получать плюс две науки и плюс две культуры. В принципе, неплохо, чтобы догнать тот гандикап, который мы получим... Точнее, который получат мои соперники, прежде чем я где-нибудь поселюсь. Главное, чтобы у нас особо рядом соседи. Вот прям мы поселились и кого-нибудь подселили. Иначе, я не знаю, на божестве я по лояльности быстро улечу, отвалюсь. Кроме того, столица имеет сразу три жилья и одно довольство. И сразу одно плюс одно население. Благодаря этому у Маури очень хорошо столица растёт. И одним из первых там 10 жителей, 15 имеют. Кроме того, на сразу открытое мореходство и судостроение мы сразу можем по клеткам океана плавать, а юниты на кораблях получают плюс два перемещения. То есть, в принципе, наверное, даже триремы можно не строить, у вас юниты быстрее будут плавать, чем триремы. Правда, дальность обзора чуть поменьше. Тропические и обычные леса без улучшений будут получать одно производство. Потом ещё плюс одно производство, когда открыли меркантилизм. И ещё два производства, когда откроем охрану природы. Рыбацкие суда сразу дают плюс одну пищу и культурный захват соседних клеток. Так что нам бы пантеон... Ну, во-первых, желательно, чтобы вообще у нас эти рыбацкие суда были. То есть, на континенте, вот как я недавно за Португалию играл, у нас играл, может быть, не так уж и много места на побережье. Ну, посмотрим. Главное место хорошее найти. Так что... Ну, и самой главной проблемой нельзя собирать ресурсы. То есть, мы не сможем что-либо вырубать, если у нас неудачно будут районы стоять. Вот это важно. И начисаются очки великих писателей. Тоже есть такая проблемка. Это из-за уникального здания, кстати, Маури. Там есть... Ну, хорошо, давайте сначала уникальный наземный юнит, который заменяет мечника и имеет... Ну, у него такая же сила, как у мечника, но у него плюс пять боевой мощи против антикавалерийских юнитов и минус пять боевой мощи с соседним вражеским юнитом. То есть, если вы окружите этим уникальным юнитом чужой юнит, то, в принципе, можете и ваншотать его. Так что, очень неплохой. Только их несколько надо иметь. Кроме того, ТО может строить вот эту уникальную постройку ПА. Ну, это скорее для защиты какой-то. Потому что просто добавляет к защите плюс четыре. То есть, это такое что-то типа форта, если хотите. Ну, и, наконец, Марая. Это здание, которое заменяет амфитеатр и дает плюс одну веру и плюс одну культуру всем соседним тайлам с проходимыми особенностями местностями. Например, пойме. То есть, вокруг этого театральной площади плюс одна вера и плюс одна культура. По-хорошему, Маори можно не строить священное место, а вера будет капать. То есть, есть возможность попробовать победить культурой. Но проблема в том, что, во-первых, у нас не начисляются великие писатели. А во-вторых, в Марае нету слота как раз для письменных шедевров. Так что только через художников и композиторов. Ну что, давайте глянем, что вездесущий рандом нам тут принес. Два очка за открытие судостроения из античной эпохи. Мы находимся на Южном полюсе. Ну, предлагаю плыть в разные стороны, искать место под солнцем, в общем-то. Пока у нас тут вообще не видно даже. А вот тут, может быть, что-то будет. Но я земли не вижу. Давайте глянем, что у нас тут. Дофига цивилизаций. В принципе, сложность, божество. Но пока реально не видно земли. О, вот что-то есть. Островок в одну клетку. Ну, как вы понимаете, здесь я столицу точно не буду ставить. Я даже не буду высаживаться деревню забирать, потому что это потеря двух ходов. Я считаю это критично. Мне кажется, за Маури надо как можно быстрее найти. Место для высадки. О, тут я уже вижу. О, дорога гигантов. Так, это интересно. Это интересно. Тем более плюс пять сейчас дуболому будет. Ускорили астрологию. Я еще и первым дорогу гигантов нашел, между прочим. Может, надо было к ней плыть? Я вот думаю и там ставить. Да, я что-то не вижу в рыбацких лодок. Мне бы... Мне без рыбацких лодок как-то грустненько будет играть за Маури. Давайте плюс пять копью фену возьмем. Открыл континент. Руинка. Ну, вообще-то неплохо выглядит. Да, правда мы кукурузу не можем... Может, прямо на кукурузу, если что, приплыть поставить? Длин, а тут будет вообще территория какая-нибудь? Или, может, я зря сюда плыву? Я вот подумал так. Реально надо было сюда плыть. И это хода три, наверное, было бы буквально доплыть. Так, тут против варваров поставим, потому что у нас нету разведки. И тут вера и золото, потому что у нас нету производства. А, в столице. У нас, правда, это тоже не будет работать, походу. О, есть какая-то земля. Слава богу. Фух. Так, ну тут высадимся. Хотя тоже кого-то там могу подселить. Не видно никого. Мехико первым встретили. Так, ну тут, значит, никого рядом нету. Посла получили. Уже в Мехико можем отправить. А что Мехико там, по-моему, на строительство? Нет, подожди. А, воздействие промышленной зоны. Ну, короче, сейчас это вообще не надо союзить Мехико. Честно говоря. Так, ну что тут у нас? Руинка. Руинка. Одно око. Вот это вера, означает, что вот тут чудо у нас. Если деликатый арх, у нас есть какие-то значения. Тоже первыми нашли. Мы два чуда... Смотрите, мы уже одно очко в следующую эпоху. Слушайте, а смотрите, как тут... А... Блин, а тут тоже классное место, только я не соображу. Может, пониже арки где-то, а может... Ну, то есть, видите, тут нету рыбацких лодок особо, а тут хотя бы жемчуг есть. То есть, я бы вниз пошел. Ну, еще... Еще риф. Ну, то есть, как минимум здесь, например, пантеон. А вот, кстати, по поводу мода, как раз я вам покажу, как мод работает. Я, например, ставлю сюда метку кампуса, и он сразу показывает плюс два, потому что риф рядом. Видите, то есть, понятно. А если я, например, еще метку какого-нибудь района поставлю, ну, предположим, вот сюда я поставлю... ...правительственную площадь, то он будет ровить и плюс три будет давать, потому что плюс еще правительственная площадь. Ну, по-моему, прикольный мод. Почему бы и нет? Так, тут же и два племени. Скаут не может захватить посела. Но мне надо как-то... ...все-таки высадиться где-то и решить еще одну. Слушайте, три руинки. И тут у нас еще... Блин, Мапуча. Вот фигня. Но это, кстати, не столица. Но как же я здесь буду селиться с Мапучей под боком? Ну, видимо, все-таки туда надо. Ехать. А, и тут Египет. То есть, в том плане, если... Может, стоило сюда, типа, перебраться, то еще и столица конкретно. Тут хотя бы не столица. Давайте глянем по лояльности как. Да, не выглядит, что оно сверху стоит. Скорее всего, вот Мапуча где-то внизу. Ну, видимо, нам надо сверху. Здесь, вот видите, невозможно вообще. Тут лояльность очень высокая. Ну, давайте пробовать вверх тут высаживаться и там ставить город в Перу по кометку. Тут, конечно, очень приятно у изящной арки. Блин, может все-таки... Может все-таки как-то здесь поселиться? На пустыню не хочу. Но вот, например, если прямо на... Оливки поставить город. Я понимаю... Ну, у нас, понимаете, у Маури, у столицы есть дополнительное жилье за счет дворца. А тут я вот вижу раз, два, три. Вот сюда город на реке тоже какой-то встанет. Знаете, я думаю о том, что надо на Оливки ставить. Иначе мы слишком долго так плавать будем. Так, Египет встретили. Блин, а что я ничего не открываю? Господи. Не выбрал. Это я зря. Так, давайте, горное дело потом. Потом, наверное, даже... Может, прямо в астрологию сразу пойти? Я не хочу... Нет, давайте... Оливки нам нужно... Слушай, три оливки прямо рядом. Не, я бы тут очень хотел поставить город на самом деле. Прямо на изящной арке. Тут очень хорошие места. Это все выкупить сразу. Я думаю, все-таки тут надо ставить. Неприятно мапучим соседям. Согласен. Но... Давайте я даже... Тут у нас и что? Лук, да? Просто лук. То есть я следующим ходом смогу здесь поставить город? А, я даже сразу могу. Нет, просто сюда встал. Тут уже много пустыни выглядит, да? Но столица все равно нормально будет, мне кажется. Вот это я выкуплю, вот эти клетки. Теперь уже не уверен насчет пантеона на рыбацкие лодки, потому что тут одна только рыбацкая лодка у меня пока. Давайте обратно на море, потому что, еще раз повторю, Маури по морю быстрее передвигаются. Давайте я просто вверх поплыву. Ну, или на этот остров собрать руинку. Наверное, все-таки надо обратно к моему городу плыть. Будет прикол, если сверху кто-то еще есть, я просто не вижу его лояльности, потому что не встретил. А если там кто-то есть, я просто буду зажат, и на божестве у меня по лояльности все нахрен поотваливается. Более, я еще выхожу в золотой век, потом смогу еще воевать в золотом веке. Так себе удовольствие. Плюс три заезжающую арку. Рядом с ней и... На реке считается... А, видимо, она тут разливаться будет. Нам сразу дали рабочего, я им хочу пойти сюда забрать руинку, а потом спуститься, обработать жемчуг. Ну, давайте, наверное, с разведчика. Видите, у нас есть семь жилья. Давайте, наверное... Нет, не с разведчиком. Наверное, все-таки нужен разведчик. Давайте одного разведчика сделаем. Так, какие у нас клетки тут обрабатываются, да. Это и это, и тут еще у нас четыре, пять с половиной веры в ход. Нормально, мы сейчас сможем какой-то пантеон сразу взять. В принципе, неплохо. Ну, поплыли, да, поплыли отсюда. Сюда заплывем на остров, заберем руинку. Этим разведчикам эту заберем, этим эту. Катитут еще руинка. Может спуститься на воду, обработать жемчуг и плыть еще эту руинку забрать. Так, свод законов открыт. Ну, давайте пока международную торговлю. Почему нет? Нужно ли мне... Давайте лучше горное дело. Хотя, с другой стороны, вот горным делом мне реально нечего обрабатывать. Но мне надо найти, где плантации для оливок. А ускорить я это никак не могу. Ускорить я это никак не могу, потому что негде ферму даже поставить на ресурсе. Но мне еще нужны деньги вот эти клетки выкупить. Особенно кофе. Так-то вообще город с тремя ресурсами получается. О, класс, орошение ускорили как раз. И где оно за астрологией? Пошли в орошение? Вообще кайфово. Кстати, вот это с орошением не повезло. Плывем к этой руинке, потом просто прямо дальше будем плыть. Даже не знаю, может дуболомом сюда. Мне кажется, Мапуча скоро должен забрать ее. Так, один... О, сама эта клетка. Отлично, давай. Тогда я буду тратить деньги на выкуп этой и этой клетки. Сколько стоит? Двадцать пять. Двадцать пять. Ну, наверное, стоит уже и купить. В принципе, что откладывать. Тут очень неплохая клеточка. Еще один ход строится. Зашибись. И это должна выкупиться следующим. Блин, если она не выкупится, иногда бывает, что ставится его обманывает. Я очень расстроюсь. О, смотрите. Опять. На самом деле у меня четыре перемещения. Но игра не понимает способности Маури и пишет, как будто я два хода буду идти. Сколько игре? Больше четырех лет, да? Нафиг это править? То есть, у игры нету поиска пути до сих пор вменяемого. Она как будто поиск пути работает чуть позже, чем требуется. Почему мне надо в первую очередь это обрабатывать? Потому что, смотрите, я делаю рыбацкое судно и происходит культурный захват клеток сразу. Вот это все вокруг. То есть, видите, и эта клетка добавилась, и эти две неплохие клетки добавились. Так, тут собираем руинки. Давайте, знаете, что я хочу? Рабочего. Десять лошадей. Говно полное. Так, раз, два, три. Вот прямо на хлопок будем ставить город. Ну, тут очевидно, что все-таки сюда у нас будет кампус идти. Сюда гавань. Это уже по плюс три имеем. Баурийские завывания. Заберем эту руинку. Я думаю, что больше мне все-таки не надо. Разведчиков? Я бы уже сразу поселенца строил. Иначе я отстаю от мапу. Ну, мне надо быстрее города тут завернуть. Я просто буду, что кто-то тут еще будет. И у меня начнутся проблемы с лояльностью, с малым количеством городов. Сейчас я сплаваю сюда. Да, есть руинка. Отлично. Я даже вот так посмотрю. Следующим ходом должен забрать ее. Так, давайте посмотрим, что у нас тут имеется. Еще кофе. Что мы тут заберем? Опыт. Ну, такое. Так, ну, в принципе, я уже следующим ходом в золотой веку... А, я даже сейчас вот, я сейчас пансион заберу. Что у нас осталось? Есть легенды пустыни. Но мне кажется, все-таки за Маури строить священные места немножко бессмысленно. Кстати, у меня мало лесов здесь для моих способностей. У меня тут производство именно на способности Маури. Так. Речная боги. Опять, это все на священные места. Давайте думать. Во-первых, у нас, я смотрю, тут неплохо так болот. Раз, два, три. То есть, для столицы с отсутствующим производством болота госпожа Тростникает. И плюс еще в Азисах и пойма Крехпус. Еще вот тут будет производство. Слушайте, так вот. Госпожа Тростникает Топи очень неплохо выглядит. Я думал, да, что бог моря, производство от рыбацких судов. Но у нас один жемчуг всего лишь. Там, может быть, рыба выглядит откровенно хуже. Лагерей нету. Ну, Кромлихи нету. Ну, культура от плантации, предположим. У нас три оливки тут. Тут еще кофе будет. Кофе. Хлопок. Так, я не могу еще кофе это купить. Сорокет надо. Как только будет следующим ходом, надо обязательно кофе это выкупить. Чтобы не досталось Мапуча. Не знаю. Не знаю. Так, что у нас с Престижем еще? Давайте посмотрим. Так, как у нас тут Престиж. Да, тут, конечно, потрясающе. Тут будет работать. Но, собственно, и все. Давайте тростника Этопии. Все-таки. Это место для этого пантеона. Видите, тут сразу производство. Тут сразу производство. Очень офигительно. Очень мне нравится. Еще вот это болото, конечно, выкупить надо будет. Не, ну, в принципе... В принципе, неплохо. Проблема только в силе армии. То есть, если сейчас Мапуча решит на меня напасть, я даже не знаю, что делать. И мы скептики. Every nation lives by exchanging. Морских юнитов. Ну, я думаю, что мне морские юниты не надо строить. Пока против варваров. Вот это можно поменять. На производство. Удвоенный опыт юнитов. Наверное, все-таки против варваров пока оставим. Так, вот это заберем. 37 монет. Нормально. Как раз мне для выкупа клеток. То, что надо. Значит, сначала все-таки кофе заберу. Как кофе, да. Еще два хода подождать. Я не думаю, что он болото будет выкупать. Так, у меня три хода до поселенца. Вообще, это стоило... Я просто думаю, может мне здесь сначала город поставить, а не там. Потому что вот тут у меня за счет этих пойм будет производство в нем. Вообще-то. Блин, вот эти... Ребята мне не очень нравятся. Ладно, вернусь обратно. Я вот думаю, что я тут где-то... Раз, два, три. Я даже, знаете, прямо на кофе поставлю. Чтоб через реку было от Мапуча. И тут осталось еще для этого города место. Как-то так пока. Так, где у нас... Или нет, там, кавалерии. Значит, мастерство надо открывать. Так, а что мне, собственно, обрабатывать? У меня нету клеток для обработки. Рошение шесть ходов. Я обработал жемчуг, и мне надо еще три клетки... Две клетки обработать. То есть кофе и... Мапуча еще кого-нибудь встретил вообще? Да, еще кого-то встретил. А Египет никого больше не... Блин, 24 цивилизации, еще Египет никого не встретил. У Египта тут расселятся... Ну, карта огромная, я еще раз напоминаю. Карта огромная. Вот это... Как подвинуться сюда юниты. Нет, вроде там пока остались. Хорошо. Так, пойдем как кофе. Давайте я, наверное, даже... Вот так. По суху пойду, чтобы смотреть, что тут... Большой бассейн сразу строит. Ну, удачи. Удачи. Так, 45 там, по-моему, да, будет стоить, да. Вот эту клетку мне, естественно, надо выкупить, потому что тут два производства сразу плюс. То есть три еды, два производства в начале. Единственный минус во всем этом, что я эти болота вообще никак вырубить не могу. Но очевидно, что у нас где-то вот тут будет ромашка в пустыне. Наверное, вот сюда поставим. Это так, это будет. Плюс у меня веры сразу капает очень нехило. То есть я выйду в золотой век, и я действительно буду... Другой вопрос, будут ли у меня места для поселенцев, чтобы их где-то ставить. Ну, тогда буду за веру рабочих покупать. О, слушай, а тут походу конец континента. Ну, это, кстати, может быть и неплохо, как у нас... Блин, неужели я тут вот везде Мапуча поселился? И что, я только три города смогу поставить? Может мне как-то этим дуболомом поисследовать? Вот, сейчас вырубать будет болото здесь. Так, я сразу выкуплю. Класс. Девять еды и шесть производства, чисто от пантеона. Нормально, мне нравится. О, нет, не... Плен, чьи-то границы. Вот о чем я и говорил. По идее, тут должен был Мапучи с кем-то соседствовать. Я теперь между ними буду. Вот это подстава. Переходы до орошения. Ну, все-таки надо кофе и оливки будет обработать. Блин. Блин, блин, блин. Но все равно город и сюда влазит, и сюда влазит. Но это просто неприятно. И выглядит по цвету вроде как зулусы. Где появились? А, нет, это... Это далеко. Слушайте, а сейчас изящная арка просто соседство дает, да? Золото и веру. Две веры, одно золото. Будь здорово. Видите? Серия без чиха, не серия. Мы тут сразу начали. Может, мы пока их не встречать? Просто, ну, чтобы очки эпохи... Ну, блин, еще 13 ходов до следующей... О, слушайте, как тут интересненько. Так, ну, в любом случае, мы пока сюда идем ставить город. Видите, убрал болото он. Три хода. Просто думаю... Не, наверное, я пойду к оливке. Сначала оливку обрабатываю, потому что тут меньше выхлопа. Вот эта оливка очень крутая. Крутая оливка. По имени сливка. Может, меня не высажат? Давайте я поплыву вот так вот и следую тут бережья. Ну, мне надо встречать эту цивилизацию, потому что я в любом случае ее куда-нибудь довстречу. Давайте сразу еще одного поселенца. Пока у нас не взята карточка на юниты, я юниты строить не буду. Вот эти три города мне... У меня должны точно нормально держаться. Все построили. Тон Хендж. Да-да, Египет. Ты вообще хрен знает где. Даже приплыть к нам не можешь, по-хорошему. Ну, вообще, 25 против 114 у Мапуча. Я еще в Золотом Веке. Если Мапуча у меня в Золотом Веке объявит войну, это, конечно, будет так грустно. Я так буду грустить, ребята. Вы только знали. А, тут озеро. Смотрите, тут невозможно пройти. Так, ладно. Тут сверху еще не так страшно. Ага, и тут эти нельзя пройти. Ну, выглядит, что кампус на плюс 5 у нас вот здесь. Лес, к сожалению, придется... Слушайте, а я могу лес вообще вырубать? По-моему, как раз лес я могу вырубать. Плюс 5, как вам? Я ресурсы не могу убирать. А лес я все-таки могу... Хотя, по-хорошему лес-то ресурс. Ой, тут аж 3. Тут вот хороший город будет, да. Но меня сначала надо этот поставить. Там вообще зашибись город. Ну, я все три города, получается, пока могу. Так, тут стоим, ждем открытия рошения. Ух, ну это будет тяжелая игра. Повезло в некотором смысле с пантеоном. Повезло с чудом. Но так даже не так много пустыни. Давайте, наверное, я там дальше пойду исследовать. Это я ГГшку встретил. Ереван. Союзник Мапучи сейчас. Нанять великого полководца предлагает. Так, этот парень мне будет сейчас обстреливать скаута. Ну, а тут у нас что? Ага, ну, надо встречать. Надо встречать. Не, это Хубилай. Причем... Причем он монгол или Китай, не пойму. Китай. Китай, судя по... Да, Пекин. Ладно. У нее тоже прикольные места, конечно. Так, судя по науке, здесь у него железо. Куни-Лунь. Интересно, знаете, будет прикольно, что если где-то вот здесь какой-нибудь остров находится, который для меня был специально, а я мимо него проплыл. Вот это, конечно, проблема Маури. Так, у нас один ход до орошения. Нет, не будем никуда отправлять послов. Надо будет сразу купить лошадей. Несомненно. А тут должно быть 2-2 по производству. По идее, я так понял, что этот пансион на этот... Танец Авроры. Китай поклоняется танцу Авроры, то есть за соседство священного места с тундрой? Серьезно? Ну, это прикол. У него, по-моему, вообще не может быть тундры. Так, плантация. Сначала город давайте поставим. Да, 2-2. Кайф. Выкупим лошадей. Убираем. Кстати, лояльность уже показывает типа минус. Но мы с монумента начнем. 8 ходов. Монумент. Нет, давайте лучше на рост. Пока вырастет 3 хода, это лучше будет на лояльность влиять. Да, тут хорошие места у... У Китая ничего не могу сказать. Блин, тут еще... Вот тут жалко нету пойм. Тут бы город встал. Нормальненький. А что, сильно вообще минус? Вообще, как... Я вроде ставил, тут не было минуса. Почему минус-то пошел? Да, у нас могут быть тут проблемы. Ну, пока будет золотой век. Вроде нормально. Выстоим. Так, орошение я открыл. Ну, давайте думать, во что нам... Мне бы, конечно, железо открыть. Все-таки... Да, давайте главное дело пока. Она тут не нужна. Да, город отваливается. Вот сейчас пересчитаем. Что-то слишком сильно минус 5. Вообще-то. Но я тут город поставлю, надеюсь, что нормально все станет. Минус 6. Так, мастерство пока отложим. Давайте. Так, ранней империи это дали. Ну ладно, давайте пока мистицизм. Тут кофе вернемся, обработаем. Да, слушайте, мне тут негде селиться. Просто негде. Нормально? А как, а здесь железо тут, опять же. Тут кампус не поставится у Китая. Интересно, как мне будет быстрее по село спустить на воду так и выйти? Или пешочком? Мне кажется, через воду. Скорее всего. А вот минус, конечно, того города, что довольно долго на геотермальное поле нечего будет поставить. Ну а вот как раз и обработка бронзы. Может все-таки в письменность идти и пытаться кампуса вот эти крутые ставить. Чтобы хоть как-то... Не, ну камп, понятно, по земле предлагает. Но мы-то знаем. Тут будет еще один ход так. Потом высаживаемся и ставим город, да? Ух ты. А вот это место для кампуса. То есть мне бы вот сюда город попробовать все-таки. Вопрос только как... Насколько будет сильно на него лояльность влиять. Я просто не думаю, что здесь Мапучи будет что-то ставить. Ну то есть плюс три тут кампус. То есть нормальный кампус. Плюс тут есть болото, да? Которое производство мне даст. Тут где-то вот на... В пустыню надо будет ставить город. Гильгамеш. Правда, цвета у него Голландии. 400 сила. Слушайте, слава богу, Мапучи 129. Прикиньте, я бы сейчас высадился у Шумера с силой 400. И не мог бы города ставить. А монгол, кстати, напасть на меня не может. Смотрите, у него нет прохода пока ко мне никакого. Может быть только если здесь. Так, мастерство открыли. Я бы, наверное, все-таки производство в городах оставил. Да, вот тут надо юниты ставить, конечно. И начинаем с прачников. Блин, я сейчас, ага, не знаю, если мне в золотом веке мог. Почему с плюс 10 нападет? С плюс 10 силы, я имею в виду. А у него явно там прописано. У соседа золотой век, нападай. Ни в чем себе не отказывай. А, слушайте, я шаливками могу поторговать с кем-нибудь. Раннюю империю ускорили. Вообще, давайте ее и открывать. А с другой стороны, я сейчас не буду поселенцев-то строить. Я их буду за веру покупать в следующей. Так, создание поселенцев, выкуп клетки дешевле. Ну, выкуп клетки, кстати, прикольный. И право прохода закрыть можно. И губера. Ладно, нет, все-таки Раннюю империю давайте. И губера взять. Спасаюсь от прачника, чтобы он меня не убил. Хм, а как насчет вот здесь позаселять? Или Китай будет сильно влиять? Может быть и будет. Нет, не видно лояльности вообще никакой. То есть, вот вариант для заселения. Прачника к Мапучи поведу. Следить, что там. Так, обрабатывается. Все. Может, на оливки лучше переключить? На одно производство меньше будет. Но зато будут... Хотя деньги... Зачем мне сейчас деньги? Незачем, да? Наверное, пока без денег. Вот это мне нравится, что вот, собственно, есть место для ромашки какой-то. Единственное, что нельзя вот занимать вот эти клетки. Но, в принципе, вот тут... Вот как-то вот тут... То есть, вот сюда бы я, наверное, поставил правительственную площадь. Так, предварительно, да? И что-то можно... Хотя, слушайте, не очень, потому что... Коммерческие... Так, гавань, коммерческий район тут никак... Короче, что-то надо подумать. Но вот пустыню можно занимать районами, например. Вообще, вы знаете, если Мапучи будет так вот 178, да? То я буду подумать на него напасть. Конечно, никогда у меня золотой век. Но, в принципе, о нападении можно подумать. Так, давайте, пока тут постою, полечусь. Высаживаемся и ставим город. Очень хороший город, мне нравится. Так, сразу монумент. Да, производство... А, тут производство у нас слабенько, кстати. Слабенько с производством. Тут, кстати, у нас... Торговца можно. Торговца я бы купил, наверное. Хотя, чего тут мне сейчас... В чем... Ладно, после прачника я бы пару воинов, еще сделал. Ну, юниты тут нужны. Блин, у меня три города. Слушайте, вот эти места выглядят интересно и не видно лоя. Хотя, тут, конечно, может какая-то цивилизация, которую я не встретил. Но выглядит заманчиво. Я просто сейчас буду за веру покупать посилов и туда отправлять. Вот тут есть проблемы с лояльностью. Видите? Поэтому я вот сюда уже опасаюсь ставить. Блин, с другой стороны... Да, надо сейчас исследовать, наверное, на мапуче. Так, что у нас с ресурсами? Есть с кем торговать? Нет, у меня два кофе и... Два кофе? А второй кофе откуда? Я на оливках стою. А, тут я на кофе стою, да. Два кофе и двое оливок. Надо обработать... Надо обработать лопок еще. И торговать мне не с кем, да? Да. Ну все, видите, тут уже минус по лояльности прекратился, слава богу. Но, видите, я не могу еще один город поставить. Мне как-то надо тремя городами воевать с лояльностью соседей. А у этого уже шесть жителей в городе, например. 54. Да, слушайте, мне вот эти места нравятся. Надо как-то высадиться и посмотреть, что там. А вот эти дубины можно сюда поплыть, исследовать территорию. Так, что по городам? Жилье еще есть. Клетки правильные. Так, тут у нас рыба. Ну, мне надо тут рабочего, на самом деле, обработать одну рыбу, и мне это все добавят в клетки. В этом городе рабочим чисто вот эти все рыбы пообрабатывать. Правильно, я рыбацкие лодки не брал, потому что у меня все четыре рыбацких лодки, а вот это работает на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клеток. Еще может быть восемь, там еще может вот тут клетки. Сейчас, это не пустыня? Нет, это пустыня. Большой бассейн построил Мапуча. Ага, тут варвара убил Ереван. Ну, пошли сюда исследовать. Так, дуболомом я поплыву. Да, тут города Мапуча стоят. Опять начинает утрачивать лояльность. Да блин. Минус два. Не, ну я успею тут поставить монумент. Вот другой вопрос в дальнейшем. Как мне эту лояльность удерживать? Минилик. Вот и минилик, и похоже здесь я не поселюсь. Да. Вот и лояльность, которую мы не видели. Ну, выглядит так, что мне похоже надо Мапуча захватывать. А проблема в том, что как раз... Мне кажется, походу надо следующий золотой век потратить на то, чтобы сделать хоть какую-то армию, не выйти в золотой век в дальнейшем, и нападать на Мапуча. Я тут просто других вариантов не вижу, как мне выжить. То есть в средневековье мне надо нападать на Мапуча и захватывать города. Иначе у меня проблему с... А вот с Китаем все зашибись. Он за горами, вообще мне никак не мешает. Блин, он купил юниты у Еревана. Ну... Выглядит так, что он на меня будет нападать. Это было локшери, как аэр-кондишеник, который поднялся Роман-Эмпайр. С аэр-кондишеник, их дворцы были закрыты. Они не могли слышать, что барбаристы пришли. Пока не буду ставить плюс два лояльности в карточку. Так, мне очевидно тут надо отступать в город. Я думаю, тоже мне везде надо отступать. То есть концентрировать войска где-то. Что, брать Виктора? Ну понятно, что он нападать, они будут вот на этот город, скорее всего. Блин, так не хочется Виктора брать, а хочется... Нет, я все-таки возьму пингалу. Я думаю, что мы пока... Ну, 174 силы, я думаю, что пока мы можем отбиться. Минус один. Ну, тут, видите, построю монумент и лояльность вернется. Давайте-ка я уберу вот так. Можно расти, потому что есть еще одно жилье. В Апанго есть жилье. Так, еда, производство. Тоже все красиво. У меня уже точно есть вера хотя бы на одного поселенца, как минимум. Давайте тут плавать, исследовать территорию. Вообще, давайте глянем, сколько городов. У Египта 4, у Шумера 3, у Мапуча 4, у Фиопа 3. Это, несомненно, территория Мапуча должна быть. То есть, вот, я, грубо говоря, подселил его. Фига, у меня выбор сразу из-за судостроения открыть. Я могу все эти техи сразу открывать. Ну, не знаю, давайте, может, тогда в строительство пойдем. А, мне водяную мельницу для ускорения надо бы. А тут колесо. Добыча и ресурс. Блин, надо железо сначала открыть. Надеюсь, я там рудник смогу поставить. Ну, наверное, надо рабочих делать. Может, все-таки ставить лояльность уже. А, ну, давайте поставлю лояльность, потому что я юниты не строю. А здесь давайте строительство рабочих. И нужен рабочий. Я этого рабочего сюда отправлю, вот эти, обрабатывать вещи. Так. Ну, в трудовую дисциплину надо идти. Давайте пока через... Давайте через военную традицию. Мне пока посла не так сильно надо. Я думаю, мне сейчас Мапуча объявит войну, мне так кажется. Или еще подведет город. Нет, пока что-то... Ага, уже осудил меня. Так. Как раз через пять ходов Золотой век. Самое время. Блин, мне нужны лучники. Просто идут мимо мои войска. Может, мне лучников лучше просто открыть? Не, ну мне железо. Давайте сначала железо, потом лучников. Ну и водяная мельница нужна. Все нужно. Блин, а вот и лиса. Так, мне необходимые. Может, этим дуболомом вернутся лучше? Так, тут лояльность, по идее, в плюс. Должна идти за счет карточки. Так, делается рабочие стены. Я не могу пока строить. Амбар нет. Ну, давайте тоже, наверное, строителя. Или купить торговца. Так, по дорогу проведем. В принципе. Давайте куплю торговца и начну тут строителя делать. Деньги у меня нормально. Плюс 20 вход. За счет всего вот этого вот. Так что норм. Давайте, наверное, вот так я сюда, выйду, этого сюда поставлю. Ну, понятно, что дуболомами это не берется. Блин, 300 сила. А, ну, у него 300, это он купил юниты Еревана. Это у него поэтому 300. Уйдут эти юниты Еревана, у него сила уменьшится. Там сколько, 170 было? Ух ты, Колумбия. Я надеюсь, что вы воюете с Колумбией. Вот Мапуча с Колумбией, если бы воевал, нет. Да, тут, конечно, у Мапучи нету мин. Ну, в общем, мне надо Мапуча захватывать. Тут как-то без шансов. Мне, видимо, придется сюда город поставить. В любом случае, купить посела. А где же тогда моя территория? Вот мне просто даже интересно. Вот игра. Вот я родился где? Вот здесь, да? Вот, по мнению игры, где я должен был место? Где я должен вообще заселять что? Вот этот остров? Интересно. Ну, пойдемте тут посмотрю еще. Я, в принципе, к нападению готов. Строитель готов. Там я одного строителя еще строю. Вообще, слушай, конечно, юнитов построить. Поставить опять карточку. Хорошо, а всадники у нас неизвестно еще где. А, вот тут. Знаете, что мне надо, наверное... Не, ну, мне надо железо открыть. А потом я пойду, наверное, во всадников. Это единственное... Если нападет на меня мапуча, то я смогу это отбить. Тогда давайте здесь еще рабочего. Пока. Этим рабочим обработаем лошадей. И, возможно, просто сейчас где-то железо появится. Ну, с железом... У меня тут холмов. Вон один только холм. То есть, возможно, либо тут, либо тут, скорее всего. Что тут за варвары? Железо военный лагерь. Как эти варвары называются? Трилистник. Могу хотя бы ему заплатить, чтобы он напал на мапуча. 130. Не. Лучше это на апгрейд юнитов потратить. Да, тут у мапучи тундра. А, пантеон на тундру взял Китай почему-то. Так, рабочий. Гильгамеш Хубилай объявил. Они тут плотненько тоже, да. Это интересно. Но Хубилай меня не интересует. У меня... Мне бы скорее, чтобы у мапучи кто-то объявил войну. Например, Колумбия. Есть вероятность вообще-то подобного? Да, это будет тяжело. Это будет тяжело, но продолжение очевидно уже в следующей серии. Как раз мы вышли в золотой век. Плюс 10 силы против нас у мапучи. И он нас осудил. И, в общем, жопу нам тут. Выглядит все как... Все очень плохо. Еще и по лояльности мы можем отваливаться. Правда, давайте глянем, как у остальных с эпохой. Так, как раз Катя Кавалерию могли бы построить. Это мы будем менять. Давайте посмотрим, в какие эпохи. Все тоже в золотом веке. Так что мы не особо тут выигрываем от лояльности. Но если бы мы сейчас не вышли из золотого века, то у нас точно была бы жопа. Но продолжение завтра. Спонсоры канала могут представить продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.